Течет крыша, не греет трубы и плохо работает лифт. Тогда программа капремонта идет к вам. О том, как она реализуется в Чебоксарах, в нашем сюжете. На этот год в списке 128 жилых дома. Их ремонтируют 16 подрядных организаций. Сейчас готов лишь один дом. По остальным есть вопросы. До конца года осталось всего три месяца. Так, недалеко и до срыва обязательств. Задержки управления жилфондом объясняют тем, что все проекты долго проходят ценовую экспертизу. Ее делают не меньше двух месяцев. В середине сентября вы еще по некоторым домам даже конкурсы не объявили. Как выполнить это? Основные то, что остались, это по лифтам. У них экспертизи у фонда капремонта. По инженерным коммуникациям практически из ценовой экспертизы вышли. Еще один важный фактор – собираемость взносов за капремонт. В Чебоксарах она составляет 79%. Но есть и проблемные адреса. Например, микрорайон Байконур. Там ниже 50% примерно. Ну, какие меры предпринимаются ниже 50%? Соменство, фонда капремонта. Исковую работу проводим. Алексей Уадыков подчеркнул – собираемость надо повышать. А список домов, подлежащих ремонту на будущий год, надо формировать уже сейчас. Татьяна Леонтьева, Андрей Спиридонов, Республика.